приветствую всех зрителей моего канала и сегодня я вам расскажу о заготовках для вышивки бисером по дереву это пысанки от фирмы волшебная страна на выставке хендмейд экспо я приобрела две заготовки это flk 036 и flk 030 одно это яйцо на палочке и другое это тоже пасхальное яйцо но на подставке либо нам либо как магнитик можно его потом оформить и как вы видите один пакетик уже пустой соответственно одно яйцо я уже вышила мне очень нравится как получилось здесь было пять цветов очень красиво я не знаю как сейчас это все передает камера как как освещение но мне очень нравится как получилось мне очень нравится как вот этот вот металлизированный серебряный бисер как по мне очень красиво и она очень яркая в жизни почему-то я сейчас его вижу таким более темным на самом деле очень ярко очень красиво и задник я уже закрыла фетром который шел в наборе и как вы можете видеть как я и говорила видео что в видео обзоре этих заготовок что идеально фетр просто по размеру этой заготовки вообще любо дорого смотреть и собиралась я уже приступать ко второй заготовке но возникли некоторые проблемы о которых я вам сейчас расскажу и если вы собираетесь делать такие заготовки я думаю что вам эта информация тоже может пригодиться давайте покажу еще на всякий случай что осталось у меня от набора набора у меня осталась схема и цвета бисера вот как вы можете видеть весь бисер остался то есть не было вообще никакой угрозы что какого-то бисера не хватит все осталось еще в нормальном количестве чего не скажешь про нитку я не стала вам уже об этом говорить в обзоре наборов но посмотрела я на эту нитку и поняла что скорее всего ее не хватит и я была права давайте я вам сейчас покажу фотографию посмотрите на экран вот на каком этапе у меня закончилась эта нитка то есть где-то еще хороший кусок еще оставался который нужно было вышить нитка закончилась поэтому нитку конечно бисерную нужно иметь даже если вы не вышиваете бисером даже если вы вышиваете бисером раз в три года все равно катушечку нитки бисерной нужно у себя в запасах иметь потому что иногда она очень пригождается ну я не могу сказать что для меня это была какая-то большая проблема ну закончилась я взяла нитку из своих запасов но конечно если у вас вообще в доме нет ни одного кусочка бисерной нитки то тогда это может быть проблемой ну просто знайте что катушечку лучше на всякий случай иметь но получилось очень очень красиво мне очень нравится и по поводу второй заготовки вот второй заготовкой вообще было интересно я ее распаковала давайте сделаем это с вами еще раз и уже собиралась ее вышивать так пакетик бисер схема фетр все что надо магнитик кстати вот он два цвета бисера что показывала вам в обзоре тоже кусочек фетра две иголочки кстати иголки хорошие но очень очень острые то есть иголки прям я не знаю ну вот я вышиваю бисерной иголкой но она мне не такая острая я несколько раз так уколола палец что просто чуть искры из глаз не полетели очень острые иголки так что будьте осторожны в случае чего значит взяла я вот эту вот заготовку взяла вот эту вот схему уже собиралась вышивать и тут я поняла что что-то здесь не так я не буду вам сейчас в подробностях описывать что здесь конкретно не так просто эта схема не от этой заготовки в нижнем ряду тут не хватает одной дырочки если вышивать по схеме то есть в заготовке не хватает одной дырочки в предпоследнем ряду не хватает одной дырочки видите что наверху у нас должно быть 4 дырочки вот чтобы пришить 4 бисерин у нас заготовки их 3 и вот здесь вот сбоку вообще интересно здесь сбоку для того чтобы пришить то количество бисерин которые здесь есть но нам нужно 11 отверстий в моей заготовке их 7 конечно меня это все так очень сильно озадачило я уже думала что делать уже думала сверлить дополнительные дырки в этой заготовке но я додумалась написать производителю я сделала фотографию потому что я посмотрела на сайте фотографию вот этой вот вышитой уже заготовки и там все было по вот этой схеме то есть там дырочек нужное количество я написала производителю прикрепила к своему письму вот такую вот фотографию из схемы заготовки и того что представлено на сайте и спросила что с этим всем делом делать мне производитель ответил ответил очень быстро очень любезно оказалось что та следите сейчас за моей мыслью потому что это будет сложно та заготовка которая представлена у них на сайте вышита по вот этой схеме которая лежит у меня в наборе но заготовка которая лежит у меня в наборе не для этой схемы а для другой который в наборе нет моя подруга ира куда моя подруга и раз который мы ходили на выставку тоже купила заготовку вот такую вот на подставочке то есть с этим на палочке все нормально она тоже купила вот такую вот заготовку на подставке только с другим рисунком у нее тоже не хватает этих отверстий не сбросил производитель правильную схему и для меня и для иры и извинялся даже предлагали прислать бумажный вариант схемы но я уже думаю я и так повышеваю главное чтобы была правильная схема и если у вас такая же проблема если у вас схема не соответствует заготовке пишите производителю все вам вышлют все нормально и я заходила к ним на сайт и даже под некоторыми вот этими заготовками есть там где фотографии там же есть и схема то есть они прикрепили эти схемы прямо к себе на сайт там же где можно купить эти заготовки то есть вы просто заходите например да что это у нас конечно я понервничала немножко но все закончилось хорошо я думаю что скорее всего я бы сверлила дырки а если бы у меня не было такой возможности я бы просто определила вот этот центр от которого расходится рисунок и просто было так от центра то есть у меня чуть-чуть здесь не захватило чуть-чуть здесь не захватило но все обошлось у нас есть правильная схема так что если у вас в наборе тоже вот такая же ситуация что схема и заготовка не совпадают это все поправимо это все вы можете найти либо на сайте либо просто попросить у производителя вам все вышлют так что здесь ничего страшного не произошло и буду вышивать сегодня уже вот эту вот заготовку собственно как я буду вышивать на ничего здесь интересного нет что вам может быть интересно это то как на этой заготовке закрепить нитку я вам покажу как на ней когда заготовки закрепить нитку на самом деле там ничего сложного просто завязать узелок и все как вы видите потом под этим фетром абсолютно этих узелков не видно то есть и производитель там тоже рекомендовал завязать узелок так я и сделала вот кстати мы можем посмотреть на иголку из набора остренькая и давайте с вами закрепим нитку в деле нитку в иголку в одно сложение далее берем нашу заготовку находим где у нее передняя часть на вот этой вот заготовки сложно определить она вот это и четко было видно потому что здесь палочка где вот такой вот жженые такие немножко пятнышки это задняя сторона а вот это лицевая так вводим уголку в нижнюю дырочку с обратной стороны вводим на лицо вводим верхнюю это было в нижнюю левую верхнюю правую но как делаем как будто бы делаем полу крестик вот сделали видите получился полу крестик теперь переворачиваем заготовку на обратную сторону подтягиваем нашу нитку давайте поближе сделаю вот так вот подтягиваем 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 вот и здесь просто берем это белое и здесь просто завязываем узелок вот так вот раз и можно второй раз вот так вот второй раз и можно можно еще третий если вы хотите прям совсем перестраховаться и третий далее у нас остался здесь кончик нитки вот он может быть больше может быть меньше но конечно если вы сильно сильно экономите нитку да отвечая на ваши вопросы нет не потому мне раньше нитка закончилась тут видите маленькие кусочки там на большой кусок вышивки не хватило но конечно можно экономить но мне кажется вы просто не завяжите иначе узелок если у вас не будет вот этого достаточно длинного хвостика потому что это будет элементарно неудобно и обрезаем лишнюю нитку обрезали берем иголочку и просто выводим уголку туда же куда и выводили ее первый раз в нижний левый угол вот сюда и все можем спокойно можем нанизывать первую бисерину и пошли поехали рядами тут уже ничего сложного нет закрепки этой не видно вот можете посмотреть вот тут здесь вот я по-моему начинала естественно здесь закрепок я беру очень длинную нитку поэтому у меня здесь не такую как сейчас я вам показывала поэтому здесь по всей этой площади заготовки у меня закрепок наверное штуки 4 максимум 5 вот реально не больше где-то наверное штук 5 ну посмотрим вот по этой можно будет посмотреть сколько у меня там будет закрепок и как видите нигде ничего не вылезает даже с краю и кстати вот крайние ряды вот этот вот сверху три бисерины и снизу три бисерины сверху три бисерины я их прошивала по два раза то есть не один раз а два потому что они болтались здесь я буду делать то же самое и вот эту вот я вышила пару часов вечером один день и несколько часов днем на следующий день и вышла то есть достаточно быстро это все делается ну что встретимся с вами уже когда я вышью вот эту заготовку еще раз всем привет уже следующий день и сейчас при максимально ярком естественном освещении хочу показать вам как выглядят на самом деле заготовки вот одна конечно на солнце когда бисер переливается кто бы что не говорил мне кажется что это очень красиво 1 и 2 я закончила вышивать вот эту заготовку как вы помните производитель сбросил мне эту схему в электронном варианте просто как фотографию и чтобы мне было удобнее вышивать я потратила вчера каких-то полчаса и перенабрала эту схему в паттерн мейкер и вышивала через программу крости вот так вот у меня это выглядело в программе и если верить здесь видите считает пять часов шесть минут на самом деле это это не совсем так то есть вышивала я где-то наверное часа четыре вышивала просто очень часто я не выходила из программы а просто телефон блокировала уходила и если посмотреть прогресс то у нас здесь сделано девятьсот восемьдесят пять а где интересно что то не зачеркнула а она видите она сейчас если зачеркнем все так так интересно сколько здесь так а теперь посмотрим тысячу четыре тысячу четыре бисеринки пришита на эту заготовку и как вы видите бисер остался и первое второго номера второго вообще очень много осталось так что где-то четыре часа работы тысячу четыре бисеринки и я закончила вышивать и эту пасхальную заготовку что я могу сказать насчет нитки да как вы видите еще одна бобинка пустая присоединилась но вы помните смотрите давайте покажу по изнанке по обратной стороне вот наверно так в тенечек вот нитка которую я вышивала снизу мы с вами вместе и закрепляли и вот до этого момента это я закрепила маленькую ниточку которая у меня осталась после вышивки предыдущей заготовки и соответственно вот видите у меня раз два три четыре пять это закрепки уже нитки с вот этой вот бобинки которая шла в комплекте и у меня осталось немножко ниточки вот у нас иголка и вот осталась ниточка немного маленький кусочек но она осталась как вам сказать хватило бы полностью на эту заготовку этой нитки с бобинки мне кажется что скорее всего нет потому что тут вот все-таки эти несколько рядов отшитых ниткой не с этой бобинки которая была в наборе вряд ли бы вот таким вот кусочком нитки можно было бы отшить эти три-четыре ряда но короче говоря все равно даже если бы хватило то хватило бы очень сильно впритык поэтому нитку все-таки бисерную лучше иметь как видите я еще задник не оформила сейчас это сделаю приклею фетр и приклею также магнитик магнит я буду приклеивать поверх фетра вот так вот почему здесь лежит человек от дивной вишни потому что хотела показать вот по такому же принципу я буду действовать сначала фетр потом магнит почему именно так потому что во первых если приклеить это вот так вот как-то туда внутрь первых это будет выпирать вот не знаю видно выпирает короче говоря и кроме того оно не будет через фетр магнититься вот эти мягкие виниловые магниты они не такие сильные у меня вот этот человечек он меньше на сколько чем эта заготовка и он держится ну не очень прямо крепко поэтому магнит должен быть сверху будет у меня это яйцо висеть на холодильнике все-таки в качестве магнита а иногда на пасху можно будет доставать и ставить на эту заготовочку и прекрасно себе оно будет стоять так что сейчас приклею магнит и фетра и делать это буду с помощью клея момент гель который как вы видите у меня уже на исходе каким образом я это делаю я просто наношу клей на всю заготовку ничего не проходит сюда на лицо к бисеру и я тот же точно также клеила вот здесь вот в этой ничего на нитке не прошло просто приклеиваем наносим распределяем и самое главное это края самое главное это края чтобы с краю все хорошо держалась и также по центру вот так вот нормально не бойтесь ничего с ним плохого не случится нанесли клей и ровненько прикладываем фетр что хорошо в клее момент кристаллы и в клее момент гель как я уже когда-то рассказывала что несмотря на свое название момент он схватывается как ни странно не моментально поэтому если у нас есть вот такие какие-то ситуации у нас есть еще время на то чтобы это спокойно поправить это вам не термо клей которые за секунду у вас там засыхает схватывается и если что-то приклеилось не так или не туда то это уже потом нужно отрывать с применением грубой силы здесь такого нет мы уже вот вроде как приклеили да но все равно если мы видим где-то какие-то небольшие неровности мы вполне можем все это подвинуть туда куда считаем нужным вот и видите край вам показать то что я говорила что вот этот кусочек фетра идеально вырезан для этой заготовки вы видите по всем краям он вложиться просто действительно идеально единственное что к фетру всегда что-то пытается прилипнуть ну кстати тоже тоже как это рассказывала что вот этот клей момент гель он хуже снимается с фетра чем клей момент кристалл то есть если попадает момент кристалл на фетр то мы спокойненько его снимаем он такой ниточкой тянется и все вот этот вот клей снимается тяжело этот момент гель то есть его надо прям выковыривать иногда даже подрезать у меня так знаете распушить этот фетр и подрезать вырезать вот этот кусочек клея оно не видно но на нервы действует так что я все-таки предпочитаю момент кристалл и вот мы можем видеть что идеально у нас приклеилось все ровненько с одной стороны с другой стороны и сейчас приклеим магнит магнит здесь куда я его там уже дело а вот он да магнит здесь на клейкой основе я так понимаю да то есть тут снимается такая штука и здесь клейка ну кстати хорошо ладно попробую с этой клейкой основы если что потом переклею потому что все магниты которые у меня на клейкой основе со временем отпадают я не знаю что это такое но попробую вроде здесь нормальный клей попробую если что потом тоже прям поверх этого клея мажу клеем момент гель и нормально держится точно так же я делала здесь так сейчас подумаем как нам его разместить да вот так вот я сначала думала вот так но нет хочу чтобы было вот так да отклеиваем защитный слой в нашем деле да действительно хорошо клеится в нашем деле главное приклеить ровно так и прижимаем мне кажется что ну конечно красиво а этот лежал все время лицом да лицом вниз красота и в итоге вот такие вот две пасхальные заготовки два пасхальных яйца у меня получилось из наборов вот волшебной страны мне очень понравилось мне понравился итоговый результат и сам процесс понравился так что я подумываю до пасхи еще есть время я подумываю о том чтобы приобрести еще несколько заготовок ну посмотрим как это получится я посмотрю что у них там еще есть но я помню что еще что-то мне приглянулось как минимум одна какая-то заготовка мне еще точно понравилось а на сегодня это все я надеюсь теперь вы тоже решитесь на такие заготовки потому что сегодня прочитала в комментариях девушка написала что я купила но не знаю как закрепить нить подожду пока я выложу видео ну вот как закрепляю так закрепляю но все надежно все спасибо всем большое за внимание удачи вам и творческих успехов пока